привет друзья как вы уже наверное поняли тема сегодняшнего видео скворечники делаю я их уже не первый год и сразу скажу что дело это хорошее и несомненно полезное руки работают а голова отдыхает и в процессе физически ощущается как карме добавляются плюсики в этом году мне удалось достать отличные материалы для скворечников нетесанные доски то что доктор прописал вы видели что кузя привозил отличные сосновые досочки но для скворечников все же они не очень годятся а потому я им найду другое не менее полезное применение для начала извлекаю из досок все гвозди их тут немало доска крепкая добротно и просто так гвозди отдавать не хочет приходится прикладывать некоторые усилия после извлечения гвоздей размечаем доску на отрезке по 30 сантиметров такова будет высота скворечников ширина 18 это будет передняя и задняя стенка а затем не спеша и ровно отпиливаем а а Вот такие вот заготовочки. После приступаем к частичной сборке. В прошлом году я скручивал скворечники шурупами, но в этом решил прибегнуть к классике, сколотить гвоздями. Ну вот просто так решил. Заодно я освежил навыки забивания гвоздей. На шурупы посажу лишь крышу, чтобы в конце сезона можно было почистить скворечники и отправить их на хранение до весны. Размечаю место будущего входа в домик. Все должно быть ровно. Диаметр входа 5 сантиметров. После сверловки прибиваю дно и прикручиваю крышу. Диаметр входа 5 сантиметров. Ну вот какие-то, как-то так вот получилось. На самом деле немного скворечников, но умаялся я знатно. Но приятно умаялся. В общем-то дело доброе. Диаметр входа 5 сантиметров. Переносимся на фазенду. Здесь уже повсюду следы весны. Будьте внимательны, проводя работу на высоте. Диаметр входа 5 сантиметров. Глава Богу! Субтитры делал DimaTorzok Но назвать это работой я не могу Сложно описать внутреннее чувство доброго дела Лучше, если вы сами его почувствуете Сделав что-то полезное для того и тех, кто вас окружает Добрые дела задевают внутри какие-то особенные струны И те звучат, резонируя с душой, сердцем и миром Заставляя улыбаться в полный рот А еще чувствуется словно бы чей-то одобрительный взгляд Ради которого хочется не останавливаться и делать что-то доброе каждый день И я ненадолго прощаюсь с вами Ну а вы не откладывайте добрые дела в долгий ящик После просмотра поставьте лайк Поделитесь этим видео И сделайте хоть небольшое, но доброе дело Например, скворечник Или накормите бездомного, пусть и облезлого кота Ну или собаку Давайте И не оскудеет рука дающего Пока